Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует канал Мир Моделей, меня зовут Павел. Сегодня мы будем опять посвящать вас новинке наших магазинов. У нас пришло очень много вкусных, интересных новинок. И одна из давно ожидаемых и много кто из коллег-моделистов просил сделать обзор по этой модели, это вот модель от звезды. Это российский учебно-боевой самолет Як-130 в масштабе 1.72. Можно сказать одно, что на модельном рынке моделей Як-130 нет. Самолеты очень часто выступают в различных авиашоу. Поэтому Як-130, так сказать, очень горячая новинка от компании «Звезда». Немножко мы отойдем. Что такое Як-130? Советские ВВС были очень большими. Нужен был очень большой парк учебно-боевых самолетов, для того, чтобы можно было подготовить летный состав. Естественно, были летные училища, основные, так сказать, школьные парты, в кавычках называют эти учебно-боевые самолеты, учебно-тренировочные. Основу составляли Л-39 и Л-28. Это были самолеты чешского производства. Прошло время, они морально устарели, конечно, их нужно было снимать и заменять новыми машинами. И вот тогда, где-то в середине, в конце 80-х годов, было принято решение о создании, именно был заказ Министерства обороны, выдан на создание учебно-боевого самолета Як-130. Было как бы два КБ представили свои новинки. Это было ОКБ Яковлева и ОКБ МИК. Поскольку тогда была большая проблема с финансированием, поэтому разработки велись совместные. Як-130 создавался вместе с итальянской компанией Аэромаки, а МИК создавался с французскими компаниями, по-моему, Аэропассиаль, известная фирма. И было создано два этих самых прототипа. Прототип Як-130 и прототип от компании МИК, МИК-АТ. По совместным испытаниям разработчик именно Министерства обороны остановился на Як-130. Естественно, по МИК-АТ были прекращены все разработки. Но в конце, когда разработки приблизились к концу, произошли разногласия с компанией Аэромаки, и дальше уже Як-130, по-моему, они совместно могут его выпускать под разными названиями, они там разделили их выпуск, но большая потребность этой машины, таких учебно-боевых машин, она, в принципе, довольно-таки порядка двух тысяч штук. То есть это очень большая значимая единица. Вот. Что еще хотелось сказать? Что позволяет учебно-боевой самолет подготовить не только курсантов летных училищ, но также, поскольку самолет оснащен современным навигационным оборудованием, он позволяет совершать полеты в дневное и в ночное время в сложных метеоусловиях, он оснащен новой цифровой системой, у него кабина, жидко-кристаллические дисплеи, проецирование на лобовое стекло и в кабине инструктора, и в кабине, так сказать, обучаемого пилота. Кроме того, что в общем случае он позволяет имитировать учебные бои, позволяет уход от системы ПВО. Короче, позволяет подготовить нынешнего курсанта будущего пилота на самолеты четвертого и пятого поколений. Вот такая интересная предыстория. Теперь, как всегда, расскажу немного о модели. Понятно, что модель, как обычно, учебно-боевой самолет имеет двойное назначение, то есть он учебно-боевой самолет в мирное время, а военное время, имея 7 узлов подвески, может спокойно стать легким штурмовиком. В принципе, как его и планировали. Теперь мы ее рассмотрим поближе. Как видите, вот коробочка изображенной Як-130. Здесь, как обычно, собранная модельным специалистом на самой компании Звезда, потому что модель уже где-то экспонировалась. Ну и традиционно переходим сразу к содержимому коробки. Вот так вот традиционно коробка открывается. Значит, здесь у нас непосредственно инструкция и непосредственно сами детали. Мы сейчас сразу остановимся на инструкции. Она немножечко у нас тут загнута. Вот таким вот образом. Опять же пишет производитель, что подставка в набор не входит. Здесь историческая справка, характеристики, дальше идет опять перечисление литниковых рамок и процесс непосредственно самой сборки. Вот таким вот образом. Хотелось бы остановиться вот здесь на декали, и именно здесь дается на два-три варианта. Здесь непосредственно два варианта даны в серо-голубом камуфляже. Правда, два первых, верхних, относятся к российским ВВС, а нижний к белорусским военно-воздушным силам. Здесь серо-голубой вариант. Эта машина участвовала именно в таком оформлении. Воздушном параде Победы над Москвой в 2017 году. То есть совсем, ну, абсолютно свежатек. Вот такой вот декальный лист. Очень много технички. Обозначение, цифровое обозначение, звезды, ну и лукашенский флажок ПВС Белоруссии. Так, теперь мы обратим внимание на содержимое. Непосредственно носовая часть, центроплан, хвостовая часть. Аккуратное, четкое литье. Традиционно так же, как на Су-27, Су-33. То есть здесь звезда продолжает уже не удивлять, а ожидаемо делает модели на своем уровне, что очень и очень приятно видеть модели такого уровня от отечественного производителя. Наконец-то можно всяким хосигавам, тритамиям, дулю показать. В хорошем смысле этого слова. Вот. Здесь элементы кабины, элементы крыла, элементы двигателей. Кабина двухуровневая естественно для непосредственно пилота, обучаемого курсанта и естественно инструктора, производящего этого обучения. Дальше у нас идет различные вот такие мелкие деталюшки. Здесь компания Звезда положила различные блоки неуправляемых ракет, свободно падающие бомбы, видите различных видов и различных типов. Топливные баки. И вот непосредственно пилотяги. Вот один и вот второй. Пилоты здесь сделаны в сидячем положении, то есть этих симпатичных бравых дяденька можно спокойно собрать и усадить, закрыть их естественно остеклением кабина. То есть модель можно сделать в полетном состоянии, потому что модель в полетном состоянии без находящихся там пилотов, это называется нехорошо, нелогично. Еще раз говорю, что подставка в набор не ходит, потому что если вы будете делать модель в полетной конфигурации, там будут сидеть два пилота. Модель, конечно, должна быть на подставку, но подставки здесь нет. О чем производитель модели предупредил заранее. Так что модель нужно будет, чтобы установить модель на подставку, подставку нужно будет приобрести дополнительно. Ну и традиционно в конце, Отдельным пакетиком дается вот такой литничек с остеклением. Причем, если вы хотите внимательно посмотреть, сейчас я пытаюсь, чтобы вам было лучше видно, а нет, вот так лучше не видно, может быть, вот так вот. На остеклении фонаря кабины, вот этой части, выведены пиропатроны, это шнуры, потому что средство покидания здесь немножко другое, не полностью весь фонарь откидывается, прорываются вот эти пиропатроны, и пилот пролетает сквозь частично разрушенное остекление. Вот таким вот образом. Ну, можно сказать, что Як-130 продолжительное время уже эксплуатируется. Ну, были, конечно, нештатные ситуации, но пока по официальной статистике погиб один пилот в Александр Левское училище, подполковник. Ну, что же делать, самолеты летают, тем более боевые, они всережимные, сложные метеоусловия бывают и нештатные ситуации, и приходится специальные нештатные ситуации для курсантов создавать, чтобы они могли с гордостью, честью и, главное, умением выйти из этих ситуаций. Для чего, собственно, учебно-боевые самолеты создаются. Вот так, уважаемые коллеги, сегодня мы провели обзорную экскурсию по новой модели в 72-м масштабе от компании «Звезда» Як-130. Учебно-боевые самолеты ВВС России. Очень интересная модель. Конечно, в совокупности с Су-33, Су-27, те, кто собирает именно российский современный ВВС, это будет очень большой подарок, большое подспорье. И модель очень небольшая, но самолет небольшой, но смотрится очень хорошо. Вот такая вот интересная модель. Спасибо компании «Звезда», надеемся, что она и дальше нас будет радовать, ожидаемо радовать хорошими моделями. Ну, а мы рекомендуем вас эти хорошие модели приобретать в сети наших магазинов и украшать ваши полки, ставить их, разукрашивать. В приобретении, подбором красок мы, естественно, вам поможем. С вами был Павел, магазин Мир Моделей, до новых встреч! Павел, магазин Мир Моделей, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!